Девушки отдыхают Это война против темных эльфов по всему северу И вот однажды настал тот день, когда две расы сошлись в последнем бою до последнего воина О, это был славный день Эльфы призвали мерзких тварей из глубин преисподней, против которых у нас были только наши мечи Долгие годы люди считали, что после этой бойни не выжил ни один муж Хе, ну ты-то знаешь, как они ошибались Я выжил и жаждал мести Но сначала мне нужно было оправиться, прокачать скиллы, зачистить целую кучу подземелий, заброшенных кораблей и замков Каждый день я пополнял репутацию и восстанавливал силы, выполняя поручения А мои возможности росли в том, чем я чаще всего занимался Пока я смог отомстить, прошло много месяцев Зато я повстречал драконов, троллей и даже динозавров А славные бои с огромными боссами запомнились мне по сей день Когда я был совсем молод, как ты Зарабатывал на жизнь тем, что скитался по миру Брынчал на лютне Да зачищал погреба от крыс От такого несложного ремесла у меня и в животе не бурчало А от благодарности баб и в штанах не чесалось Эх, хорошие были времена Да, интересовало меня тогда только пополнение мешка золотом По этой причине я и попал по самое бузно Желая помочь принцессе, не скрою, что за солидное вознаграждение Я был втянут в разборки целого ордена с фанатиками из друидического культа Прежде чем я добрался к своей цели, мне довелось повидать трусливых валькирий Говорящие черепа, тупых гоблинов и огнедышащих крыс Вдобавок ко всему, со мной начал говорить странный голос Постоянно подшучивающий надо мной Зато веселье было хоть отбавляй Песни, пляски и захватывающий сюжет, то есть история Когда-то мой отец был настоящим богом Пока его не изгнали из-за воровства скрижали и не сделали смертным Предвидя свою смерть, отец сделал потомков от смертной женщины Так и появился я, полубог, получеловек Только вот кроме меня было еще несколько братьев Один из которых решил вырезать нас всех, чтобы остаться единственным наследником и стать богом Но и я-то не пальцем деланный Когда-то мне родной брат Саровук теперь стал мне врагом В попытке покончить со мной он убил моего приемного отца и пустился в бега Мне ничего не оставалось, как сформировать команду искателей приключений и положить конец злодеяниям брата Самым сложным в этих приключениях было делать правильный выбор Ведь от моего мировоззрения и характера полностью зависел подбор спутников Управление происходило в реальном времени с использованием тактической паузы Ой, говорю, иногда делали передышки мы Когда-то давно, когда еще был наемником, я получил сообщение от своего тогда компаньона по имени Сэм, земляем и пухом О том, что его убили и что при нем было сто тысяч золотых Естественно, если бы я нашел убийцу, я бы забрал эти денюжки себе Но по прибытию в город я узнал, что он стал жертвой серийного убийцы По кличке Потрошитель Изумрудного Города Да, тот, который недорого мог и мозги, и сердце достать Только вот я ему был не по зубам Добравшись до Потрошителя, я воздал ему по заслугам Однако в ходе расследования выяснилось, что он был всего лишь исполнителем Так я и оказался втянут в деятельность Вселенского Братства и Религиозного Движения Втаня, подготавливающего почву для вторжения из другого мира И мне пришлось вновь собрать команду и противостоять вторжению Хорошо, хоть инвентарь был немаленьким и из врагов выпадало немало лута Давным-давно, четыре тысячи лет шла война Империи против рыцарей-джедаев В этой безжалостной мясорубке от рук ситхов погибли практически все Но я-то остался жив И на меня была вся надежда, чтобы спасти Звездную Империю Вскоре, попав с помощью спасательной капсулы на оккупированный ситхами Тарис Я бежал, пока не наткнулся на джедаев, которые подготовили меня к финальной битве с ситхами Я научился сражаться на световых мечах, пускать молнии, высоко прыгать и еще много чего А главное, никто меня не ограничивал, захотел бы, примкнул к ситхам Но я чувствовал ответственность Собрался с силами и отправился на звездную станцию, которая была пропитана темной стороной силы Там я так круто сражался с ситхом по имени Малак Он в меня кинул меч, а я с силой мысли поднял воздух целый корабль и кинул в него А он увернулся и такой пам по мне молниями А я поставил барьер, и потом, когда у него не осталось сил, я как рубанул Так я и одержал победу И мне все-таки удалось спасти Звездную Империю Я пи*** Да серьезно, б***ь, не веришь? Ну-ка пшел отсюда, вам! Субтитры создавал DimaTorzok